Всем привет! Добро пожаловать на DIY идеи для творчества. Сегодня я покажу вам как связать треугольный шар пучками из 5 столбиков. Это довольно просто и очень быстро. Мне понадобилось примерно 100 грамм пряжи. Я использовала более крупный крючок номер 6, чем рекомендуется. Сейчас все подробно расскажу и покажу. Получился очень милый яркий весенний шар. Я использовала очень красивую пряжу Bravo Color бренд Schachenmeier. Здесь 50 грамм и классное сочетание цветов. На этикетке предлагается использовать третий-четвертый крючок, но мне хочется связать шар крупнее, поэтому я взяла свой шестой крючок. Так, здесь указан у нас номер оттенка 0,2-0,83. Здесь 50 грамм, как я уже сказала, и 133 метра. А состав 100% акрил. Итак, для начала я достану середину и найду начальную нить. Мне очень нравятся эти цвета. Сначала будет розовый. Так, я начну с волшебного кольца. Для этого я кладу нить на ладонь, оборачиваю вокруг двух пальцев. Вот так. Вытягиваю нить вот здесь, достаю пальцы и вот у меня получилось кольцо. Теперь я наберу 3 воздушных петли. 1, 2, 3 и теперь в этом кольце я провяжу 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. По высоте 3 воздушных петли соответствует одному столбику, так что все вместе это как бы 5 столбиков. Так, сейчас я все подтяну. Просто потяну за начальную нить и вот так это выглядит. Теперь все стало довольно плотно. Второй ряд я буду начинать снова с 3 воздушных петель. Поворачиваю вязание и снова буду вязать 4 столбика. Все через одну и ту же петлю. Вот эту первую петлю. Итак, 4 столбика. Накид. Провожу крючок. Так, первый готов. Второй столбик. Третий. И четвертый. Итак, 4 столбика. И вот получается пучок из 5 столбиков готов. И я перехожу на другую сторону. Здесь у меня цепочка из воздушных петель и здесь я буду провязывать 5 столбиков. Смотрите, получается очень плотно. И начинаем третий ряд. 3 воздушные петли. Поворачиваем вязание. Вставляю крючок вот сюда, прямо в петлю предыдущего ряда. И вяжу 4 столбика. А затем вот здесь. Так, я закончу 4 столбика. И затем вот здесь между двух пучков я провязываю новый пучок из 5 столбиков. 1 2 3 4 И последние 5 И вот я снова подошла к краю. В третьем ряду у меня получилось 3 пучка. И вокруг цепочки из воздушных петель я вяжу последний пучок из 5 столбиков. Вот здесь. 1 2 2 3 4 И 5 И 5 Когда вяжем 5 столбиков. Теперь я продолжу точно так же. Вытяну немного пряжи. Я снова набираю 3 воздушных петли. Поворачиваю вязание. Вяжу 4 столбика вот через эту петлю. А затем вяжу пучки. Из 5 столбиков между пучками предыдущего ряда. А в конце вокруг цепочки из воздушных петель. Сейчас продолжу и покажу вам как получается. И можно будет увидеть узор. Итак, я связала еще немного. Уже очень хорошо видно узор. Здесь разные цвета. Есть небольшие вкрапления. И в сочетании с узором смотрится просто отлично. Я продолжу. У меня еще осталась пряжа. У меня здесь небольшой остаток пряжи. Но его не хватает на еще один ряд. Но шарф уже достаточно большой. Длина одной стороны уже около 150 сантиметров. Он начинается вот тут с уголка. И продолжается вот здесь. Шарф немного тянется. И таким образом проявляется дырчатый узор. Мне очень нравится как получилось. Вот тут у меня конечная нить. Сейчас я ее обрежу. Затяну и зашью. Как и начальную нить. И конечно переходы от клубка к клубку. От нити я тоже зашью. И вот таким образом выглядит готовый шарф. Его можно сложить несколько раз. Носить более плотно для тепла. Или более свободно. Я надеюсь вам понравилось это видео. Если это так, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а мы увидимся с вами в следующий раз. Найдевая идея для творчества. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok